23-летняя американка Бейли Гибсон выставила свою девственность на аукцион. Девушка-выпускница христианской религиозной школы. С самого детства ее учили высокой морали и нравственности. Вот только в реальной жизни розовые очки оказались отнюдь не предметом первой необходимости. Жажда наживы одержала верх над духовностью. Кстати, выручить на том аукционе леди Гибсон может до полумиллиона долларов. Это своеобразный рекорд в области потери девственности. А в России подвели итоги ушедшего 2017 года и хвастаются отечественными рекордами. Вот, например, один из таких столичный. МЦК, городская электричка в смысле, умудрилась и делать даже московский метрополитен Собянин. Сказал, ежедневно данным видом наземного транспорта пользуются свыше 400 тысяч человек. Всего же в прошлом году на электропоезде прокатились более 120 миллионов пассажиров. Новые станции остановки и пути. Новохохловская на Курском, Карачарова на Горьковском направлении, Московская, Железная и сама меняется для пассажиров. 4 миллиарда рублей инвестиции в удобство и комфорт. Благодаря новым решениям на Савеловском построят эстакаду на 360 метров, обустроят станцию Окружная, остановочный пункт Ленинградская, что на Рижском направлении к сентябрю перенесут ближе к МКЦ. Нет, вообще я рад. Рекорд в таком деле вещь нужная, не могу сказать, что первостепенная, но все-таки необходимая, в связи с чем вопрос. А каким-то образом онное радостное событие отразится на зарплате персонала? Люди вроде как из штанов выпрыгивали, всем коллективам деньги для предприятия зарабатывали, вон рекордсменами стали. Или опять глупости какие-то спрашиваю? Понятно, что руководству наверняка выписали примешки к Новому году по этому поводу, но я про машинистов, обходчиков, билетеров сейчас говорю. Ладно, это реальная журналистика сегодня о рекордах. Поехали! Приглашаю вас в Кировскую область, Вятскополянский район, городское поселение Сосновска. И вот то, что я вам покажу сейчас, это, на мой взгляд, верх наплевательского отношения на людей со стороны чиновников. А еще рекорд рекордов, но обо всем по порядку. Речь идет о переселении энного количества жителей этой самой Сосновки из ветхого и аварийного жилья. Программу, соответствующую в регионе, приняли и утвердили в 2013 году. Так вот, по этой программе всех, кто живет в развалюхах, должны были отселить в новые квартиры еще до декабря ушедшего от нас 17-го. Чего, в общем, не случилось до сих пор, хотя там семей-то 136 всего, аварийные дома реально в ваховом состоянии отстали, это и больше тем строением. Страшно жить. Того, гляди, и стена рушится, и потолок. Уже в езде подпорки. Когда идет дождь, это вообще кошмар. Представление света. Я с тазиками не знаю, куда бежать, в какую сторону. Печку я уже переделала, а что толку? Она у меня в дуном ходит. Это невыносимо, у меня даже слезы сейчас вот наворачиваются, я рассказываю. Ему это не поверишь. Он, Саитову, это... Наплевать на нас. Но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы все было так просто. Сколько таких недопереселенцев по всей России? А тут я же сказал выше, рекорд рекордов. Знаете, что для этих бедолаг возводят местные власти? По бюджетной программе переселения, напоминаю. Ага, мусорный дом. Именно так эту новостройку в здешних краях окрестили. Почему? Да сроду не догадаетесь. А потому что шарашат дом из БУ материала в прямом смысле из строительного мусора. И все в городе об этом знают. Это уже, по-моему, третья или четвертая попытка построить этот дом. Здесь обнаружено, что на стенах находятся трещины. Однако правительство нашей области всячески старается согласовать строительство этого дома с администрацией города Сосновки. О том, что в данном доме на незакрытых участках наружных стен имеются трещины на самонесущих стенах, установила и проверка межрайонной прокуратуры. По данному факту застройщику администрации Сосновского городского поселения внесены представления, находящиеся на рассмотрении. В актах реагирования указано на необходимость установления причин появления трещин. Слушайте, я думал, я все видел. Я был свидетелем ситуации, когда что-то где-то стырили при строительстве. Видел, когда завышались сметы. Когда использовались более дешевые материалы вместо положенных. Ну, чтобы вот из строительного мусора новые здания возводили, да еще за счет бюджета по госпрограмме. Ребята, это дурной сон какой-то. Унылая страна, а чьи очарования приятна мне твоя, никому незаметная краса. Моя интерпретация Пушкина в соответствии с веяниями времени. Перемещаемся в Свердловскую область, город Сухой Лог. Там, в отличие от Кировской, жители аварийного дома даже не собираются никуда отселять. Вот уже 17 лет. Ах да, наверное, надо предысторию рассказать. Итак, есть в городе многоквартирный дом, который в 90-е находился на балансе одного местного завода. Завод тот, впрочем, канул в лету тогда же в 90-е. Но дом-то остался, люди тоже. И вот с тех пор, с начала 2000-х, если конкретнее, домишко тот болтается между небом и землей. Это после 2000-х уже стало все разваливаться. Но еще не так было. Потом мы ходили, пошли в администрацию, к председателю. Он нам объяснил, что дом наш на балансе у них не стоит. Что вроде бы якобы МДК передал этот дом администрации города. Туда приехали еще прибыками. Тоже говорят, у нас дом не стоит. Куда не ходили, мы ничего не могли добиться. Два десятка лет. Бегают люди за чиновниками. Просят, вы нас оформите как-нибудь юридически. Мы же даже ТСЖ создать не можем, чтобы начать договор и заключать с какими-нибудь коммунальными или ремонтными службами. И тщетно ходили они и в прокуратуру, и в суды. А им обращайтесь к руководству завода, на балансе которого вы болтаетесь. Какой завод? От него только воспоминания остались. Ну тогда к Деду Морозу. А может быть пока ждете деньги, ведь еще не факт, что деньги-то ведь дадут из правительства Свердловской области. У вас же ключевое слово-то ведь было «если выделят», а «если не выделят». Я опрещу, что если 90% стоимости переселения, если область поможет и свои средства выделит, тогда мы будем на работу переселить. Кстати, счета за коммуналку данным жителям с Сухого Лога, не Сухого Лога, Свердловской области, не Свердловской области, России, так будет правильнее, все-таки носят регулярно. Причем даже туда, где все развалилось с концами. Стабильность, блин. И еще один рекорд на этот раз по идиотизму – Балашиха Подмосковная. Бывали? Вам повезло. На всю страну этот замечательный город прославился полгода назад, когда местные жители во время прямой линии «Путин, помоги» посетовали, мол, свалка у нас тут огромная прямо в городе, задыхаемся, болеем. В черте города, всего 200 метров от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также 20 километров от Кремля, находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Это нарушение федерального закона 89-го. Также на теле полигона происходит ежедневное возгорание, невозможно дышать. И уже на следующий день пропагандисты всех мастей давай показывать и рассказывать на перегонке, как чинуши засуетились устранять, ломанулись. Прошло полгода, свалка-то никуда не девалась, а когда в Балашиху приезжают какие-нибудь большие начальники. И знаете, что происходит? Ребят, я когда это увидел, сам чуть не кончился. Так, сейчас мы вам покажем установку, о которой мы вчера писали, которая распыляет некое ароматическое вещество для того, чтобы уменьшить характерный запах. Потому что она будет распыляться во время реконсилляции, во время среза склонов на этом этапе реконсилляции. Вот, склоны, они все выше. Я даже не знаю, что сказать в данном случае. В цирк уехал, клоуны остались. Все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще не такие веселые картинки. Загляните и офонарейте. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там невыдуманного маразма не меньше. Насладитесь. В друзья добавляйте с темы, предлагайте обязательно поднимем, обязательно обсудим. Теперь точно все, за сим спешу. Откланяться пока. Пока. Отправляйся в район. Субтитры сделал DimaTorzok